Привет, друзья! С вами канал Рослайф и в сегодняшнем видео хочу вам показать расчетный лист, то есть выплатни пасху на чешском языке и реально разобрать такой вопрос, как правильно ли считает зарплату агентства АВА. Конкретно у нас будет сегодня разбор зарплаты на заводе Panasonic, то есть будем смотреть и высчитывать все ли правильно платит, как заявляет непосредственно сама агентура. Для начала мы перейдем на вакансию, которую мы предлагаем и смотрим. Завод Panasonic, комплектация TV, город Пилзень, зарплата от 18000 крон минимально и ставка в час от 110 крон плюс бонус 2000-3000 крон в месяц. Это бонус как правило идет грубой, то есть грубая оплата, где еще будет вычитываться налоги и так ребят, многие конечно когда получают такую бумагу на руки, ломают голову и не понимают вообще что здесь написано, как тут можно все разобраться, но на самом деле тут все просто. Я сейчас вам попытаюсь все это объяснить. Значит смотрим выплат не паска, агентство АВА, период 8 месяц 21 года, то есть август. Здесь у нас СМЛУ в нем СДА, это по контракту, которая у вас прописана 15600 крон, ставка грубо говоря, то есть которая вам выплачивается за норму 165 часов, то есть можно примерно посчитать сколько это будет в час, это примерно 95 крон грубого. Считается здесь у вазок 7 с половиной часов за день, вам считается за 8-часовой рабочий день, то есть полчаса у вас перерыв и еще даже вам выплачивается отпуск до Валена, судя по этой выплатной паски. Итак, значит смотрите, наш друг, который работает на АВА отработал за август месяц 100 часов, он отработал не полный месяц, потому что он только там приехал, пока там карантины отсиживал и так дальше, то есть отработал 100 часов, здесь он получил за эти 100 часов 9455 крон грубого, плюс приплатки, то есть у него были, плюс был причас, то есть вот оно все здесь расписано, причас он отработал два с половиной часа и 25 процентов за это ему заплатили, то есть именно за эти два с половиной часа это 60 крон грубого, то есть сверху. Так, идем дальше, значит у нас здесь закладник, да, то есть зарплата, которую он заработал, это 9455, грубого плюс 60 крон за причас, вшедний день это будний день, два с половиной часа, 25 процентов за это платят, то есть с этим разобрались. Дальше идем, смотрим приплатки, остальные, то есть другие, от половиной смены, это вечерние смены, за то что он ходит на вечерние смены, у него на Panasonic ранние и вечерние, то есть за вечерние это неделю, он отработал 7,5 часов, 6,5 крон за час, витого получает он 244 кроны грубого сверху, помимо того, что он отработал свою ставку, помимо того, что он отработал свои часы, плюс еще получил бонус сверху. И была еще суббота у него, семь с половиной часов, то есть одна рабочая суббота, 20 процентов за это мы заплатили, 144 кроны за субботу, за то что он вышел в субботу работать, помимо своей часовой ставки, плюс еще получил 144 кроны сверху. Идем дальше, есть здесь приеме здания, это 1795 крон, то есть это грубо говоря бонус, который расписано с 2000 и 3000 грубого в телеграмме, вот это вот он и есть, то есть полурочный бонус 1075 крон вам платят и мотивачный бонус, то есть мотивационный 720 крон. Это так называемые премии, ребята, то есть премии реально платятся, они входят в эту зарплату, все это суммируется в общем, и вот оно указано, грубый пшием 11698 крон, то есть он за 100 часов заработал 11698 крон за все. Смотрим дальше, что такое здравоохранение и социальное поищение. Здравоохранение поищение, это ваша здравоохранение, то есть вы оформлены здесь легально, официально, поэтому за вас платят полноценные налоги. Социалка, это ваш пенсионный стаж, потому что вы оформлены опять легально, напрямую, никаких черных работ. Так, смотрите, итого, грубый прием у нас выходит 11698 крон, с этих денег вы оплачиваете еще здравоохранение и социалку, то есть это оплачиваете вы здравоохранение, здравоохранение поищение, социаление поищение 761 крона тоже это вы оплачиваете, и поищение орг, это оплачивает за вас работодатель, то есть это супер грубом сда, которая раньше была, ее сейчас отменили, то есть вот это за вас оплатил работодатель, вот это оплатили вы. Это важно понимать на будущее, кто будет работать на два года, чтобы вы понимали, как рассчитываются вот эти вот все данные. Итого, смотрим дальше, закруглюют, то есть они округляют эту цифру, 11700 крон выходит у нас грубого, от этой суммы, 11700 отнимается ваша здравоохранение, ваша социалка, это в сумме выходит на данном примере 1288 крон, и того выходит вот эта сумма 10410 крон, чистый ПШТМ, то есть это чистый доход за 100 отработанных часов, вышло у нашего друга, то есть 10410 крон. Идем дальше, здесь еще есть доходы на изданены, доходы, которые не облагаются налогами, и смотрим, здесь у нас есть приспевик на прани, то есть дают бонус на стирку, и залог на доволену, то есть за то, что вы не ходили в отпуск, естественно, потому что вы приехали работать, а не ходили в отпуск, а вам дают еще бонус 1617 крон за месяц. То есть, итого выходит у вас сумма общая 12100, то есть 10410, плюс вот эти 1688, мы закруглим примерно, выходит 12100 крон чистого за 100 часов. Что такое сражки? Сражки это у нас 5900 крон, залога это авансы, которые он брал, это 2000 крон, и убытование это жилье, вышло 3900 крон за август месяц. Итого, на руки он получил 6198 крон, но если посчитать в общем, вот эти сражки не считать, потому что они уже входят в эту стоимость, то у него получается 12100 крон чистого за 100 часов, а это выходит из 121 крона чистого за 1 час работы на заводе Panasonic. Так что, ребята, вот по такому примеру вы можете брать выплатни паски на своих работах, на своих предприятиях, и высчитывать реальные цифры, понимать, сколько вы зарабатываете в час, чтобы вы могли сравнить и понимать, обманывать вас, не обманывать. Если где-то что-то не так, то можно смело подойти к представителю агентуры, куратору, и чтобы он вам уже более подробно объяснил на месте, если вдруг у вас что-то не сходится. Ну что, друзья, вот такие вот расчеты у нас получились, то есть реально агентство не обманывает, никаких проблем с выплатами нет, бонусы оплачиваются, еще оплачиваются вам и отпуска, как оказывается. Для меня, честно, было это удивление, потому что некоторые агентуры этого не делают, то есть забирают эти деньги себе, а это, извините, с каждого человека по 1600 крон, если посчитать примерно, то там приходят приличные суммы, но вам здесь все это оплачивается, поэтому если возникают вопросы по оплатам, что там мало, много, или кидают, или еще что-то, это, пожалуйста, вот, на выплатная паска агентство вам полностью их дает на руки, изучайте, смотрите, рассчитывайте, панику раньше времени поднимать не нужно. Ну что, у меня, в принципе, все, вот все, что хотел вам показать, рассказать, если какие-то остались вопросы, пишем комментарии, если видео понравилось и было полезным, ставим лайки, поддерживаем, ну и увидимся уже с вами в следующих выпусках, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.